Приветствую, друзья. Вот мне там написали вопрос. Целый месяц не могу выйти из тревожного состояния. И пытаюсь сделать волну, и пытаюсь сделать синхрогимнастику. А в груди прямо такое надрывное состояние. Прямо горит всё. Ну, молодой человек написал. Вы знаете, на бесплатных ликбезах нужно задавать такие вопросы. Потому что не видя человека, какой совет я могу дать? Да. Бесплатный ликбез будет скоро. И выходите туда, в Zoom, задавайте вопросы. Не стесняйтесь, потому что там такая атмосфера человеческая. Просто ради этой атмосферы многие туда заходят. Потому что общечеловеческое общение, дружелюбие там такое. Все друг друга поддерживают. Очень хорошо. Второй вопрос. Значит, у меня, говорит, есть нерешаемые вопросы. Я смотрел ваш ролик. Я делал так, как там у вас сказано. И я пыталась вызвать ноль у себя. И пыталась найти ответ на этот вопрос, который вот в течение нескольких недель надо мной висит. Потому что это связано с обстановкой домашней. Это связано с проблемами текущими. И мне нужно этот вопрос висящий решить. А у меня ни ноль не получается, ни ответа не получается. Я сейчас сразу отвечаю. Ошибка возможная заключается в том, что человек, когда делает ключевые упражнения, например, ключевой стресс-тест. У него легко получается. Руки легко разлетаются. А нуля нет. Ну, к примеру. Не надо его ждать. Потому что вам не ноль нужно, а решение вопроса. Правильно? Это первое. Второе. Если вы, делая упражнение, каждую секунду ждёте ответа на этот вопрос, вы его не дождётесь. Таким образом, вы ни нуля не можете дождаться, ни ответа на вопрос не можете дождаться. Давайте так сделаем. Предположим, что у вас есть 10 дней на решение этого вопроса. И вы имеете инструменты. Допустим, синхрогимнастику. И вы знаете принцип. Подбирайте только те приёмы, которые вам максимально просты и приятны. А те, которые трудно делать, дискомфортные, ни в коем случае не делайте. Отбрасывайте. И вы в течение этих 10 дней, 5 минут в день, делаете синхрогимнастику. И думаете, о чём думается. И не специально об этом вопросе. Если он у вас висит, вы всё равно о нём думаете. Вы днём, а не ночью о нём думаете. Это же подсознание тоже работает постоянно. Иногда во сне приходят ответы. Иногда, когда вы проснётесь, придёт ответ. Но если вы эти 10 дней, 5 минут в день посвящаете тому, что вы делаете раскрепощающие приёмы, это значит, вы своему и сознанию, и подсознанию, и организму помогаете, сопровождаете решение этого вопроса, снимая лишние напряжения блоки ума и тела. Снимая страхи, комплексы, стереотипы, и тем самым освобождая дорогу, чтобы в мозге легче происходил поиск ответа на ваш вопрос. Ну так. Итак, на бесплатных ликбезах выходите, задавайте вопросы, чтобы я вас видел там, потому что не видя человека, трудно дать ему конкретный совет. Я же советы даю, мы не лечим, мы не клиника. А чем я сейчас занимаюсь? Вопрос тоже такой. Ну чем я сейчас занимаюсь? Слушайте, я пишу научно-фантастический рассказ. Дело в том, что сейчас же идёт цифровизация, цифровизация, и это как инструмент, ну как компьютер, как совок, как лопата. Ну тоже инструмент. Его можно использовать полезно, его можно использовать вредно. И поэтому я пишу такой научно-фантастический рассказ, как я и человек, который, ну самый главный человек, который цифровизацией занимается, мы идём навстречу друг другу, сами того не зная. И в какой-то момент встречаемся. И называется рассказ, условное название, почему дьявол не попадёт в рай. Потому что там о борьбе зла и добра, и потому что вообще научные рассказы, фантастические рассказы такие, обычно писали все. Например, например, писал Хаббард, писал, он же фантаст, потом писал, значит, этот наш главный такой изобретатель, который учил Тризу, Тризу, Альшуллер был, да. Он же тоже писал фантастические рассказы. Потом фантастические рассказы писали, ну мы все учились на этом. Ну вспомните, напишите, кому, кто у вас вызывает предпочтение, в ваших книжках вы читали, фантастику читали, кто у вас больше всего предпочтение вызывает, и действительно вы могли бы сказать, что да, вот я вот учился в институте, или воспитывался на рассказах вот такого-то автора фантастических. Напишите мне комменты. Это будет интересно. А я в следующем ролике еще расскажу немножко об этом фантастическом рассказе. Это очень интересно. Почему дьявол не может попасть в рай? До встречи.